МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир нашего телеканала продолжает выпуск новостей в студии Анастасия Петраш. Здравствуйте и смотрите сегодня. Приносят цветы, свечи, игрушки. В Преамурье проходят акции памяти погибших во время теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холл. По подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ на руднике «Пионер» задержан управляющий директор. Операция по спасению 13 горняков, оказавшихся под завалами, продолжается. Операция «Должник» в Преамурье. Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД проводят рейды по поиску должников. Ловись, рыбка большая и маленькая. В Благовещенске прошел чемпионат по рыбной ловле на мормышку со льда. А теперь об этих и других темах подробнее. Амурчане продолжают приносить цветы и игрушки к стихийным мемориалам в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холл. Напомню, он произошел 22 марта. Уже на следующий день после трагедии стихийные мемориалы стали появляться по всей стране. В том числе и в городах Преамурья. Юрий Камышный продолжит тему. В Благовещенске стихийный мемориал появился уже на следующий день после трагедии. Его организовали на набережной возле Ротонды. Все эти дни горожане приносят сюда цветы, игрушки и свечи в память о тех, кто погиб от рук террористов. Мирные жители идут на концерты, проводят спокойное и мирное время, свободное. И вот так вот, издевательски это все сделать. У меня коллега была в том центре, сегодня сообщила об этом, как она убегала оттуда. И благодаря мужчинам, которые рядом находились, они выбили стекло и вышли из этого здания, сели в ближайшее такси, которое их увезло подальше от Крокуса. Это очень страшно. Поэтому я уверен, что будут все наказаны. 22 марта этого года в городе Москва произошла страшная трагедия. Кто уже знает об этом? Поднимите руку. Я думаю, все знают, да. Она коснулась не только тех людей, которые были там в этот момент, она коснулась всех нас с вами. Свой мемориал памяти открыли и в пятой школе Благовещенска. Еженедельные разговоры о важном сегодня посвятили единению всех жителей России и угрозе терроризма. Говорили о том, что сейчас нужно не допустить разобщения нашего общества и всем вместе противостоять угрозам. А после ученики шестого класса сделали бумажные крокусы – цветы, которые стали символом трагедии 22 марта. Это ужасно, это страшно, потому что много невинных душ погибло просто из-за того, что так захотели другие люди, другая национальность. И это бездушно, просто потому что люди не знают, что такое сердечность, милосердие. Из-за этого они так бездушно поступили с людьми, которые просто хотели прийти, посмотреть концерт и отдохнуть, и прийти домой. Но этого не случилось. Мы будем помнить это и никогда не забудем это страшное событие, которое поразило нашу страну. Здравствуйте, я в соцсетях увидела, что у вас есть гвоздики для мемориала. Можно? Да, конечно. Спасибо большое. В всероссийской акции памяти присоединились и предприниматели областной столицы. Так в одном из магазинов всем бесплатно раздавали гвоздики, которые люди возлагали к мемориалу на набережной возле Ротонды. Елисей Сафонов вместе со своей девушкой Полиной сегодня специально пришли, чтобы почтить память всех, кто погиб от рук террористов в подмосковном Крокус-Сити-Холл. Это ужасная трагедия, которая в данное время объединяет всю страну. Мы пришли на мемориал почтить погибших, и мы должны помнить такие события, такие трагедии, чтобы впредь они больше не повторялись. Теракт в Крокус-Сити-Холл не оставил равнодушными жители всей России. В регионах отменили все культурные и развлекательные массовые мероприятия, в том числе и по всей территории Дальневосточного федерального округа. Главы субъектов выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Напомним, в результате чудовищного теракта в концертном зале Крокус-Сити-Холл погибло, по последним данным, 137 человек. Еще 182 пострадало. Все предполагаемые террористы задержаны. Юрий Камышный, Владимир Петренко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. По подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ на руднике «Пионер» задержан управляющий директор, сообщили в Следственном комитете России по Амурской области. По данным следствия, вечером 18 марта 2024 года во время работ произошло обрушение породы. 13 человек оказались заблокированы в шахте. Ведутся следственные мероприятия. Продолжаются спасательные работы. 27 марта на рудник «Пионер» должны доставить георадар для мониторинга ситуации в карьере. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского управления МЧС. Напомню, установить оборудование рекомендовали специалисты из Кузбасса. Оно необходимо, чтобы оперативно оценивать состояние горных масс, леда и воды в части их подвижности. Также известно, бурение разведывательных скважин идет в штатном режиме. Силами специалистов рудника продолжается подготовка подъездных путей для установки мощного насоса в чаши карьера над заваленной шахтой. Продолжаем работу с родственниками. Ни на минуту их не оставляем. Предоставляем им со вчерашнего дня видео и фотоматериалы о ходе проведения операции. И к другим темам. Амурчане могут лишиться автомобиля прямо на дороге. С 20 марта в Преамурье стартовала традиционная оперативно-профилактическая операция «Должник». Служба судебных приставов совместно с сотрудниками ГИБДД проводят рейды по всему Преамурью. В одном из них побывала наша съемочная группа. Более 80 тысяч исполнительных производств взыскания штрафов было заведено в прошлом году только по Благовещенскому и Благовещенскому районам. Судебные приставы ограничили выезд за границу более 300 горожан. Эту серьезную меру применили к злостным должникам, людям, имеющим несколько неоплаченных штрафов. Как говорят приставы, такое воздействие весьма эффективно, так же, как и арест имущества. Общая сумма, перечисленная органами госавтоинспекции, с учетом частичного взыскания в 2023 году, составила 42 миллиона рублей. Положительная динамика обеспечена в результате принятия мер принудительного характера. В соответствии с нормами 229-го федерального закона об исполнительном производстве, это в первую очередь обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства, находящиеся на счетах. За 2023 год вынесено более 200 тысяч постановлений об обращении взыскания на денежные средства. Данная мера является эффективной. В рамках 9 тысяч исполнительных производств направлены постановления для удержания из доходов должников. Совместные рейды приставов и госавтоинспекции на дорогах при Амуре проходят регулярно. При выявлении должника ему вручается требование прийти на прием должностному лицу. Если же у амурчанина несколько неоплаченных административных штрафов, то прямо на месте он может лишиться машины. «Транспортное средство будет находиться на арест площадки до момента полного погашения должником задолженности, либо в случае принудительной реализации до передачи имущества новому покупателю. За должником закрепляется право о подаче продавства самостоятельной реализации при полном погашении задолженности и возврате имущества арестованного ему для его владения, либо же через 10 дней имущество передается на реализацию принудительную». Что касается всей Амурской области, то в 2023 году неплательщики задолжали более 250 миллионов рублей, службе судебных приставов удалось взыскать почти половину. За два месяца этого года на исполнении находятся более 70 тысяч дел на сумму более 100 миллионов рублей, амурчане принудительно вернули почти 20 миллионов. Ирина Батина, Андрей Цветков, Амурско-областное телевидение. Обслуживать воздушные суда, прилетающие в Благовещенск, теперь будут на новом перроне. Первый самолет на стоянке номер один приняли 22 марта. Специалисты говорят, что главный плюс – появление дополнительных стоянок для судов. Подробности в материале нашего корреспондента. «Боинг-737», прилетевший в пятницу из Красноярска, стал первым воздушным судом, которое отправилось на стоянку на новый перрон. Еще год назад площадь 24 тысячи квадратных метров была заросшим участком земли. Только для устройства верхнего покрытия понадобилось 5 тысяч 744 кубометров бетона. «Сейчас мы вводим в эксплуатацию новый участок перрона, который позволит нам дополнительно разместить до трех воздушных судов. Он также имеет большие прочностные характеристики, а значит, это широкий фюзеляж, это самолеты совсем с другими максимальными взлетными массами, что открывает для нас дополнительные возможности по развитию пассажирских перевозок и грузовых перевозок». Перрон оборудован двумя стоянками для воздушных судов и площадкой для обработки противообледенительной жидкостью. Площадка расположена напротив строящегося терминала, сюда будут выходить телетрапы. Старый участок закроют на ремонт. Асфальтовое покрытие будут менять на бетонное, что сделает его более прочным. «Реконструкция идет участками, то есть получается общая площадь перрона у нас увеличивается за счет того, что мы добавляем новые участки. При этом частично старые участки перрона выводятся из эксплуатации, ведется реконструкция покрытия и далее они после окончания реконструкции будут поэтапно вводиться. То есть, в общем, мы идем к увеличению площадей». Новый перрон – это часть комплексной реконструкции инфраструктуры аэропорта. Сейчас идет строительство аварийно-спасательной станции и рулежной дорожки, соединяющей новую полосу и новый перрон. Дорожку планируют сдать осенью. Также завершены работы по устройству фундаментов здания аэровокзального комплекса и грузового терминала. Специалисты приступили к монтажу колонн, стены лифтовых шахт будущего пассажирского терминала. Вести эксплуатацию эти объекты планируется в 2025 году. Ирина Батина, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. В Преамуре стартовал региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Торжественное открытие состоялось в Благовещенске в Амурской областной филармонии. Своё мастерство покажут 246 человек. Впервые в чемпионате принимают участие жители КНР. Региональный чемпионат пройдет с 25 по 29 марта. Для демонстрации знаний и навыков учащихся СУЗов организованы 43 площадки. Студентам придется решать реальные задачи, которые возникают на производстве. Приготовить блюда, разработать веб-сайт, положить кирпичную кладку. Расширить перечень компетенций позволила реализация национального проекта образования и создание в рамках него новых современных мастерских, отвечающих требованиям мировых стандартов. Конкурсная жюри предполагает участие экспертов федерального уровня. Это обязательно. Кроме того, это непосредственно наши представители конкретных предприятий, конкретных отраслей. И, конечно, есть определенные критерии, которые определены и по которым будет оцениваться выполнение заданий, успешность, присуждаться баллы. И мы заинтересованы в том, чтобы максимально хорошо, максимально удачно продемонстрировали свои компетенции наши участники. Потому что от этого зависит, кто у нас попадет на всероссийский уровень, на чемпионат уже на уровне России. Делегация из Китая будет участвовать в четырех компетенциях – ветеринария, корпоративная защита от внутренних угроз, информационной безопасности, лабораторный медицинский анализ, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. В Благовещенске прошел чемпионат по рыбной ловле на мормышку со льда. Участие в нем приняло более 20 профессиональных и начинающих рыболовов, не только из областной столицы. Был ли клев и в чем хитрость рыбалки на непривычную удочку, узнал Юрий Камышный. Видишь, начал кивок подниматься вверх, значит мормышка достала до дна. Для того, чтобы ее приподнять, нужно удочку чуть-чуть вверх, раз приподнял, над дном и поиграл. Алексей Дремлюга занимается рыбалкой с детства. Сейчас передает свое мастерство сыну Степану. Как говорится, совместил приятное с полезным. Из-за звания чемпиона поборется и ребенка научит. При мудростям ловли на мормышку. Здесь везения, наверное, больше. Ну, секрета как такового нет, наверное, как у всех, если есть снасти какие-то. Любимые, как говорится. Ну, здесь на данный момент это леска, мормышка, ну, ничего такого. Прикормка это и насадка это опарыш. Место для турнира подбирали специально. Важно, чтобы все участники были в равных условиях. Рыбных мест на этом Зейском затоне нет, поэтому рыбаки жаловались на плохой клев. Но в том и суть мероприятия – определить самого опытного удильщика, который сможет в таких непростых условиях наловить как можно больше рыбы. Вот сегодня очень плохо. Вода нестабильна. Вода в реке то поднимается, то повышается. Рыба в шоке. Мы в еще большем шоке, если честно, от такого клева. Клюет очень плохо, слабенько. Собираем все, что есть. Турнир на Кубок Благовещенска собрал участников не только из областной столицы. Показать свое мастерство в рыбной ловле приехали рыбаки из Зеи и Белогорска. Профессионально этим видом спорта Татьяна Сидорова начала заниматься последние несколько лет. А вот на мормышку ловит вообще впервые. Но, как признается, для нее главное не победа, а сама атмосфера мероприятия. Здесь вот тут, опять же, общение, новые какие-то знания, новый спорт. И спорт. Как бы то ни было, это состоим в Федерации рыболовного спорта. Приезжаем на соревнования, участвуем. Ловля на мормышку со льда – это отдельная выделенная дисциплина в соревнованиях по рыбной ловле. Ее проводят даже на международном уровне. Хитрость ловли мормышки в том, что мы подаем живую насадку на дно при помощи маленького-маленького грузила. И в это грузило впаянно крючок. И это грузило непростое. Оно делается с красивых всяких цветных сплавов. То есть это, ну, на моей практике я встречал одного чемпиона России. У него есть, ну, штук 15, я прям видел, мормышки из золота. В этот раз улов победителя, несмотря на плохой клев, составил 1 килограмм 100 граммов. А в номинации – самая большая рыба. Награда у рыбака, который смог поймать рыбу весом 50 граммов. В этом турнире призы не главное, уверяют участники. Важна сама атмосфера и дух соревнования. Юрий Камышный, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. На этом наш выпуск завершен. Увидимся в эфире Амурского областного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Амурское областное телевидение.